31 декабря в России заканчивается осенняя призывная кампания. О ее результатах с военным комиссаром Бердска побеседовал наш корреспондент Аркадий Ефимович. По закону о воинской обязанности осенняя призывная комиссия завершается 31 декабря. Как рассказал военный комиссар Андрей Копачев, в Бердске все отправки уже завершены. Ряды вооруженных сил пополнили 89 призывников, 49 из которых признаны годными без ограничений, остальные с определенными ограничениями. Ребята проходят службу в Министерстве обороны, 77 человек. 12 человек проходят службу в других войсках. Это войска национальной гвардии, 10 человек. Один проходит службу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и один проходит службу в Федеральной службе охраны, то есть в президентском полку. Если раньше были случаи, когда родственникам не сообщалось, куда именно отправлен служить призывник, то теперь вся информация является открытой. Ребята проходят службу по всей стране, в том числе и ребята уехали и на Балтику, в Калининград, ребята уехали и в Республику Крым, поэтому и Дальний Восток. У меня имеется такой список граждан, где проходят службу наши призывники. Это непосредственно номер воинской части, место дислокации воинской части, номер телефона дежурного по воинской части, либо командира воинской части. Родители уведомлены, и они знают, где их сыновья проходят службу. Более половины призывников, которые отправились отдавать долг родине, старше 20 лет. Они уже успели получить образование и ушли в армию, будучи специалистами. 12 человек мы подготовили водителей в нашей автомобильной школе ДСАФ. И ребята убыли уже с правами водителей с категорией С для службы войска на должности водителей. По словам военного комиссара, степень годности по состоянию здоровья, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 2%. Но в целом ситуация удовлетворительная. Один человек, в силу принципов вероисповедания, признан комиссией годным к альтернативной службе. Он направлен на альтернативную гражданскую службу, проходит эту службу на узле связи в Новосибирской области. На сегодняшний день призывной возраст от 18 до 27 лет. Среди берчан этой возрастной категории насчитывается около 30 человек, которые уклоняются от военной службы. По одному человеку, одному призывнику, который злостно уклонялся от призыва, направлен материал в Следственный комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по одному призывнику. На восьмерых призывников отправлены материалы в Следственный комитет. Ждем решения. Я бы хотел попроситься к данным ребятам, чтобы они прибыли в военкомат и заявили о себе. В завершении военком поздравил всех призывников с наступающим Новым годом и напомнил, что после новогодних каникул начинается постановка на воинский учет юношей 2001 года рождения. Субтитры создавал DimaTorzok